Всем привет, ребята! Ванюша нас тут играет с игрушками. Я переехала в тенечек, потому что на солнце уж прям совсем чего-то вообще никак не сидится. Слишком ярко, слишком жарко. Ванюша бегает гулять, мы заехали, купили горошек, но он такой огромный, отличается от того, что мы ели в детстве. Но все равно вкусный. И еще купили нашу клубнику, которую выращивают в нашем поселке. Так что Аня спит, я собрала все вещи, забрали Ванюшу со школы. Сейчас Ваня с деть Вовой опять обратно перила приваривают, чтобы когда мы будем делать фасад, этих перил не будет. О, не перила. Ограждение. Этого ограждения металлического не будет. Будет прозрачное стекло. Но пока оставим, пусть стоит. Ну, чтобы можно было пользоваться спокойно. Этим балкончиком он специально сделан для того, чтобы можно было, во-первых, выйти на улицу, а во-вторых, спокойно помыть окна с одной и с другой стороны, чтобы был доступ. Потому что вот эти окна, можно залезть на вот эту крышу и спокойно помыть. Вот. И на эту крышу тоже можно зайти и тоже помыть. Поэтому, ой, зацепила рукой громко. Проснулась наша девочка Анечка. Ты проснулась? Идем гулять? На качелю пойдем? Пойдем на качелю? Пошли. Уже вчера совсем не показали, как получился наш мини-заборчик, бортик, потом в дальнейшем, в будущем вот это вот тоже продолжится и будет точно таким же, из такой же плитки сделано будет такой вот бортик до самого там конца. Но, как я уже говорила, эту зону мы сейчас ремонтировать, трогать не будем. Вот. И смотрите, как красиво. Осталось затирку сделать, ну, выбрать вот эти вот все штуки. Оно получилось так ровненько, красивенько, прям вообще класс. Под деревом плиточка. Такая же плитка у нас будет вот тут, вот в этой зоне. И здесь у нас будет стоять кровать для загорания, ну, и просто отдыхать. А здесь вот тут будет стоять джакузи. Так что уже виднеется финиш. Я думаю, за эту весну сделаем. Не так много всего осталось, но работа еще есть. И какая гордость, что вот всю эту огромную вот эту вот территорию, все это делают втроем мой папа, Ванин папа и Ваня. Вот они втроем, второй сезон, вторую весну. Точнее, да, тут весной или когда мы начали делать? Мне кажется, мы летом начали делать. Не помню, или в мае. Не важно. В прошлом сезоне делали и вот до лета. И план закончится это все дело. Вот, так что. Да, но если мы закажем джакузи, она придет в течение четырех недель. Вот у нас будет лимит четыре недели, чтобы здесь все доделать. Здесь на самом деле не так много осталось, но все равно работа есть. Поэтому, да, такая классная зона. Дядя Вова с Ваней Анюту качают. Вот, на качельке Ванюшка смотрит мультик, ест клубнику, пьет молочко. Вот, нагулялся. Вот, так что, да, окна уже все запенены, установлены уже все. Все, окна готовы. Так что в следующий раз, когда приедем, уборка там внутри. Вот, и мы временно будем шпаклевать вот эти кирпичи, которые видно. Что фасад мы будем делать после того, как закончим ремонт на втором этаже. И потом будем делать фасад. Поэтому пока дойдут руки до второго этажа, пока там все сделается, хочется смотреть, ну, как бы, на красивый дом. Поэтому вот это вот то, что серое вокруг одной двери мы тоже покрасим. У нас есть краска, просто закрасим, чтобы в глаза не бросалось. И зашпаклюем откосы. Опять же, сделаем не супер-пупер, а вот так вот, чтобы не видно было этого кирпича. Ну и вообще, чтобы, в общем, есть чем у нас заняться. И снутри тоже чуть-чуть замажем, и чтобы приятно глазу было. А там уже, когда будет ремонт, то будет уже все делаться нормально, как положено, по технологии. Вот, а что, вот так, такие вот планы. Да, дел много, куча, столько всего хочется сделать. Ну что, я пришла посмотреть, потому что я здесь еще не была. Класс. В общем, другой вид. Абсолютно другой. Давай, открывай. О, легко. Новая система, фурнитура, и еще легче открываются эти окна. У нас внизу, в принципе, они легко открываются. А сейчас новая система, она еще, еще лучше, короче, сделала. То, что я говорила, я там рассказывала. Приварили обратно. Потому что, хоть мы и будем менять, но... Тут слишком небезопасно. Тут упасть, если это будет... Ай-яй-яй. Класс. Считаю, в два раза шире проход, проем. Потому что раньше была всего лишь узенькая дверка. Ага. И когда ты вторую открывала, да, получалось... Мне кажется, все равно уже. Тут супер. Потом вот это тоже окно. И видишь, здесь еще в этой новой фурнитуре, в фурнитуре, когда делаешь ручку вверх... На проветривание. На проветривание. Что в нашей старой... Ну, как старой? Относительно... Потому что мы первой ставили. Да, мы этого ставили. Оно, когда вот так вот делаешь, оно максимум вот такое расстояние делает. То есть проветривание есть, но не такое сильное, как вот здесь. Видите, прям уж. Классно. Классно. Можно вот так вот проветривать. Как закрыть? А, вот так. Просто ручку поворачиваешь, да, и она закрывается. Так, и я тоже открою улицы. Спасибо. У меня вопрос, почему мы вот это окно не сделали? Такими дарами. Не знаю. Мы почему-то хотели, чтобы оно открывалось. На распашку. А, кстати, какой угол у нее? Ну, это окно, оно больше для проветривания. Какой у нее угол? А, так оно полностью. Смотри. Вау! Какая, в принципе, разницы-то нет. Единственное, что если что-то стоит, то все будет. Ну, а так оно также открывается, получается, как такая огромная створка для распашного окна. Ну, моя любовь, это вот эти гухи окна. Это просто такая панорама. Нет никакой створки посередине. Я представляю, как здесь будет круто, когда мы все сделаем. Уже классно снова, сколько мы шли к этому, как мы... Как мы думали. Ну, кого встанет, вот так. Мы мечтали, что когда уже мы здесь, он у меня мог. Это класс. Я не могу тебя захватить с окна. Может, на телефон там есть широкий? Во! Ближе можешь подойти, потому что слишком далеко. Сейчас мы фоточку сделаем для влога. Опа! Класс. Ребят, мы уже в машине, выдвигаемся. Мы заехали к Ваниным родителям. Посидели, попили кофе. Вот. Пообщались, попрощались. Потому что родители уезжают. Мы с ними увидимся уже летом. Летом, да. Да. Поэтому... Да. Что, время очень... Скоро будет. Скоро. Быстро. Весна пролетит очень быстро. А зима эта была очень долго. Долго? Это что зима... По мне так она была... Что-то... Ее вообще не было такое ощущение, что... Какая-то зима. Что... Она слишком долго была. Да? Было долго. Я что-то вообще, мне кажется, была осень и сразу сейчас весна. Что-то зиму как-то я не застал. У меня тоже как-то зима. А меня как-то застало, что сейчас лето, пусть и лето идет зима. Да. Вот это ты шутник. Так что мы выезжаем. Три часика. Да, время девять. Вчера хотели... Вчера не поехали, потому что поздно. Не хотели... Ну и уставшие очень были после работы. Все равно получше. Сегодня не так много физической работы было у Вани. Да и вчера тоже не было физической работы, но вчера что-то как-то осталось было. Не знаю почему. Так что едем сегодня, все. Уже выезжаем. То есть то погнали. Я спать хочу. Я лучше. Я хотел до этого спать. Да? А у меня прям не могу. Что-то у меня хотя в это время... Я не сплю в это время. Ну и сейчас меня прям так разморило. При том, что я кофе выпила. Лучшее... Лучшее снотворное это кофе. С молочком это точно. Ну, ребят, время у нас 12 с копейками. Мы приехали. Я сейчас иду домой. Мы обычно, когда приезжаем, так как у нас нет точного места, прямо в подъезде, рядом с домом, мы останавливаемся около дома, выгружаем все вещи, заносим детей. Потом я иду, беру машину. На машине еду в нашу парковку, которая, ну, минут 5, наверное, от силы 7 идти пешком. Вот как я сейчас напарковал машину, и уже возвращаюсь домой. Машина стоит на месте, потому что здесь бесплатных парковочных мест нет. Все места платные. Возле дома у нас можно поставить только на погрузка-разгрузка, она до 8 утра. Но 8 утра нужно машину будет переставлять. Ну, не вижу смысла, это неудобно. Придется тогда вставать. Короче, у нас проплачено парковочное место на целый месяц. Мы за него платим. 115 евро в месяц стоит место. Трически нашел на дома. Так что, ребят, сейчас сажусь монтировать влог. И увидимся с вами завтра. И всем пока-пока. Пока-пока.